Помните, совсем недавно мы рассказывали вам о ноутбуке со встроенным в тачпад экраном? Так вот, к нам на обзор попала обычная версия этого самого ноутбука без приставки Pro, соответственно, без тачпада. Вернее, без экрана в тачпаде. И эта версия, на секундочку, стоит в два раза дешевле, чем та самая Pro-версия. И блин, чуваки, они... Ну, вот я расскажу в обзоре, насколько они отличаются. И стоит ли переплачивать в два раза за обычный экран в тачпаде? С вами Алишер. Поехали. Как вы, наверное, заметили, ноутбук у нас в синим цвете. Правда, буквы, гравировка и вот такая вот плашечка между экраном и клавиатурой выполнены в золотом цвете. Многие скажут, чуваки, это цыганщина, это стрёмно. Нет, в этом варианте оно выглядит достаточно приятно, потому что это не настолько золотистый цвет, который бросается в глаза и напрягает цыган. Достаточно красиво и стильно. Ну, реально стильно. В целом, мне дизайн ZenBook'а понравился, впрочем, как и его Pro-версия. Однако, ноутбук исследовал ужасную черту его старшего брата. Вы просто посмотрите, как он собирает отпечатки пальцев. Вы знаете, можно выдавать такие ноутбуки полицейским, чтобы они ходили и у свидетелей собирали отпечатки пальцев. Да, это противно, глаза бросаются достаточно хорошо. Как бы ты не протирал его микрофиброй, следы все равно остаются. Но, производитель это понимал, прекрасно понимал и положил в комплект микрофибру. Ту самую микрофибру, которая... Вот она. Вот это вот микрофибру. Еще в комплекте есть одна штука, о которой я расскажу чуть позже. И нет, это не корейцы. Ну и самый главный тест, который вы, наверное, ждете больше всего. Тест на MacBook. ZenBook проходит его спокойно. Ноутбук спокойно открывается одной рукой. И при этом шарниры довольно-таки тугие. Эти шарниры носят название Ergolift. И ноутбук можно развернуть на 145 градусов. Когда вы открываете этот ноутбук, он приподнимается на 3 градуса. Потому что вот такая у него вот шарнирная система. Вы спросите, Алишер, а собственно, нахрена это нужно? Это нужно для более удобного набора текста. Кроме того, циркуляция воздуха здесь будет гораздо лучше. Ну и самое удивительное, звук здесь тоже становится лучше. Потому что динамика у него находится снизу. Вот они, вот здесь. И когда вы открываете ноутбук, они, соответственно, немного приподнимаются над столом. И звук становится чище и басистее. Что удивительно. Басистее. Да и басиста. Сборка у корпуса на высоком уровне. Нигде ничего не люфтит. Клавиатура, дно и крышка ZenBook не прогибаются под давлением. А крышка закрывается плотно, создавая ощущение, будто фиксируется на магнитах. Кстати, совсем забыл сказать, что Asus на своем сайте утверждает, что их ноутбук ZenBook 15 соответствует стандартам надежности MIL-STD-810G. Думаю, поэтому с ним ничего не случилось, когда я на него случайно, честно, случайно сел. И знаете, что мы сделаем? Если мы наберем под этим видео 100 тысяч лайков, то мы проведем краш-тест. Теперь поговорим про одну из самых главных особенностей ZenBook 15. Это, конечно же, экран. Используется IPS-матрица. Дисплей имеет матовое покрытие, а ее диагональ составляет 15,6 дюймов. Разрешение экрана при этом Full HD 1920 на 1080 точек. Как нам заявляет производитель, матрица имеет яркость 300 кандел на метр квадратный. Контраст составляет 800 к 1, а время отклика 30 миллисекунд. Угол обзора 85 градусов. При этом матрица не мерцает при всем диапазоне яркости. Ну, это IPS-матрица, что вы хотели. Мне хватало максимальной яркости днем, я все видел. И минимальная яркость меня ночью тоже не ослепляла. Наша версия имеет следующие характеристики. Модель Asus ZenBook 15 UX 533FD. Процессор Intel Core i7-8565U. Четыре ядра, восемь потоков. Максимальная частота 4,6 ГГц. Дискретная GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Max Q с двумя гигабайтами видеопамяти. Оперативки 8 гигабайт формата DDR4. Частота 2400 МГц. Встроенный аккумулятор на 73 Вт-часов. Внешний блок питания на 90 Вт. Масса 1,59 кг. Производительность здесь на достаточном уровне. Я люблю играть Mortal Kombat 11, как вы уже знаете, не по одному нашему видео. Также мы тестировали GTA 5 и тоже производительности достаточно. Благо с 1050 мы знакомы уже не первый год. Монтажить в 4К тоже можно, но у меня возникли небольшие проблемы с монтажом, а вернее с рендером в 1080. Видео тупо не рендерилось. Но когда я сменил разрешение на 720p, то все пошло как надо. SSD-шник здесь от Kingston на 256 ГБ. Скорость SSD здесь не топовая, но и совсем не маленькая. Мы проводили тест в Crystal Disk Mark и выявили следующие показатели. А теперь еще одна крутая штука, которая идет в комплекте. Помимо микрофибры сюда положили чехол. На самом деле чехол охренительный. И я надеюсь, компания не забросит эту идею, потому что все кладут чехлы в комплекте со смартфоном, но никто еще не додумался положить его в комплекте с ноутбуком. Это очень круто, это очень удобно, потому что ноутбук у меня лежит в рюкзаке совместно с огромным количеством барахла. И я бы его, наверное, поцарапал, если бы не было вот этой вот штуки. Это очень круто, Asus молодцы. Надеюсь, они эту идею не забросят и будут комплектовать все свои ноутбуки вот такими вот чехлами. Казалось бы мелочь, но приятно. Спасибо. Что же там по апгрейду? Разобрать ноутбук не так уж и сложно. Там сзади нужно открутить 10 винтиков и убрать дону ноутбука. Но это стоит делать только, если вы хотите заменить SSD на более емкий, так как места для дополнительного HDD или дополнительных мест для оперативной памяти там попросту нет. Поэтому перед приобретением ZenBook 15 вам стоит хорошенько задуматься, а хватит ли вам 8 гигабайт оперативной памяти? Или стоит добавить и купить более продвинутую 16 гигабайтную версию? Это касается и SSD-шника, так как дополнительных слотов для SSD здесь нет. И если вы не хотите возиться с внешними накопителями, то стоит задуматься над приобретением версии на 512 гигабайт или на 1 терабайт. Тут же мы можем увидеть довольно эффективную для ультрабуков систему охлаждения. Тепло от CPU и GPU отводит кулер, состоящий из двух теплотрубок и двух вентиляторов. В обзоре на Pro версию я удивлялся автономности ноутбука, потому что 6-7 часов автономности для меня казалось, ну просто прям заоблачными цифрами. Но этот малыш меня по-настоящему удивил. Он живет около 9-10 часов при моем сценарии использования. А это набор текстов Google Docs через браузер по Wi-Fi, просмотр видосов на YouTube, работа с почтой и 10 одновременно открытых вкладок, при этом с запущенными в фоне Telegram, OneDrive и Lightshot и других программ. И все это при 40 и 60% яркости. Меня автономность этого ноутбука вполне устраивает, прям вообще с горкой, потому что я привык все свои ноутбуки, которые я использую, подключать к зарядке постоянно и автономно я их практически не пользовал. А этот ноутбук позволяет вообще не заботиться о зарядке и смотреть, завалившись на диванчик, какой-нибудь Netflix. В отличие от того же макбука, здесь есть все необходимые вам разъемы и вы вряд ли будете возиться со всякими переходниками, которые стоят овер дохрена денег, я попрошу заметить. Единственное, здесь нет разъема Ethernet, но вряд ли он вам пригодится. А если пригодится, то в комплекте идет переходник с USB на Ethernet. Правда, в казахстанских версиях его не будет. Ну и перейдем к одному из важнейших пунктов при выборе ноутбука. Это, конечно же, стоимость. Ноутбук стоит, конечно, дофига. Он стоит 500 тысяч тенге или 1300 долларов или 80 тысяч рублей. Но по сравнению с его старшим братцем, который больше миллиона тенге стоит, это достаточно демократично. И, на мой взгляд, этот ноутбук оправдывает свою цену прям до копейки, до рубля, до тенге или какими валютами вы там пользуетесь. Напишите в комментариях, каким ноутбуком вы пользуетесь, как вам ZenBook. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети ко мне в Instagram. Заглядывайте и пока!